Сегодня мы готовим стейк. В данном случае у нас тонкий край, это стриплоин, он же Нью-Йорк. Стейк называется нашего белорусского производителя. Немножко свежего розмарина, соль крупная и молотый перец крупной фракции. Вот, собственно говоря, все. А, сковородка. Маленькая, простенькая и, как вы заметили, уже полное отсутствие растительного либо сливочного масла. Почему? Потому что мясо жарится у нас на сухой сковороде. В процессе вы поймете, что и почему. Так, значит, самое главное. Правильный выбор мяса для жарки. Мясо мы выбираем по вакуумной упаковке. Потому что отрубаете они не дешевые. Собственно говоря, так сейчас устроен маркетинг. Видите, что каждый стейк, в принципе, штучка, порционка, они продаются в вакуумной упаковке. Есть скин-упаковка, там, dark fresh, то есть черная такая, залитая прямо крупную. Разницы нет. Что важно? На что обращать внимание? Ну, естественно, сроки. Естественно, на холодильник условия, там, температуры хранения, когда выбираете мясо. Не стоит бояться такого немножко озеленевшего цвета в вакууме. Почему этот момент присутствует? Потому что отсутствие идет соприкосновения с воздухом, с кислородом. И за счет этого мясо супровится. Сок мясной немножко зеленит. Как только пачка вскроется, мясу нужно будет отдохнуть. Оно снова соприкоснется с воздухом и вернется к своему естественному цвету. Ну, естественно, каждый визуально выбирает его для себя сам. То есть какую-то определенную часть. То есть толстый край, он же ребай, тонкий край, вот он же Нью-Йорк. Либо альтернативные какие-то виды стейков. То есть не премиальная. Есть премиальная труба, есть не премиальная. То есть вот стритлойный это считается премиальным. Ну и, соответственно, по жирности тоже каждый выбирает по собственному предпочтению. Но принцип жарки у всех стейков одинаковый. Сегодня мы вам покажем самый простой способ, как это сделать в домашних условиях, где угодно. Почему мы выбрали сковороду. Хотя у нас присутствует здесь полное количество оборудования. На углях можно приготовить и прочее. То есть все на самом деле очень просто. Поэтому приступим. Вскрываем мясо и обязательно его ложим на салфетки бумажные. И промахнуть его нужно, чтобы избавиться от лишней влаги. Потому что нам при жарке это не нужно. Нам нужно мясо, это закрыть будет сразу на сковородочке. То есть когда сухая будет поверхность, оно в момент покрывается корочкой. Мы запечатываем стейк, закрываем стейк, как угодно. И дальше методом частого переворачивания, сейчас я вам покажу, его готовим. Поэтому мы промахнули его, убираем наши салфетки бумажные и солим. Есть множество вариантов, версий. Люди говорят, что солить нужно после, солить во время, солить до приготовления. И ни одна из них, окончательно, так скажем, версия не подтверждена, как лучше это делать. То есть поэтому, в принципе, мы солим сейчас сразу. Солим много и перца сыпем много. Потому что лишнее все, оно отвалится, на сковородке останется в виде вот корочки сукровицы. Все, мы посолили, поперчили. Вот так вот сделали, подготовили наше мясо. Дальше. Зажигаем газ, прогреваем сковороду. На сковороду нужен огонь, нагрев ее чуть больше среднего. Не надо ее прям раскалять до синего дыма, там, до всего остального. Абсолютно не нужно. Нужно понимать, как мы будем жарить этот кусок мяса. По куску мяса, собственно говоря, по его наличию жира в нем внутри, есть рекомендации по его прожарке. То есть в нашем случае это тонкий край, стриплоин. Это длиннейшая мышца, то есть как свиной вот карбонат. В нем это немножко такое постное мясо, в нем мало жира. Поэтому этот отрук, назовем его так, стейк жарится до максимально прожарки медиум. То есть это среднее. 59-62 градуса внутри стейка. Чем жирнее мясо, чем больше в нем внутри мраморости, тем больше прожарку мы можем допускать. Например, есть стейк Reby, в нем больше жиросодержания. И, соответственно, оно жарится уже до medium-well, пусть больше прожарка. Почему? Потому что в процессе жарки жир начинает оплавляться, и он пропитывает мясные волокна. Тогда стейк становится более вкуснее, более выраженный вкус и более богаче, то есть вкус и аромат. Так, ну что, закладываем, жарим. Скажем наши два стейка на сухую сковородку. Вот мы закрываем наши стейки. С каждой стороны немножечко поворачиваем, поворачиваем, чтобы взялась небольшая корочка. Зачем мы это делаем? Чтобы сохранить весь сок мясной внутри каждого стейка. Вот, с каждой стороны стараемся, закрываем. Все делается просто, но вкусно, еще раз напоминаю, на сухой сковороде. А без разницы абсолютно, рифленая, нерифленая, чугунная, антипригарная, не антипригарная, алюминиевая, нержавеющая, разницы вообще никакой нет. Можно жарить, даже вот лопату положить на газ, нагреть и на лопате жарить. Я вам 100% уговорю, получится. Чем проще, тем лучше, тем вкуснее будет. Все, не заморачивайте никто. Не надо заморачиваться на какой сковороде, ничего покупать специально не нужно. Датчики всякие для проверки прожарки мяса не нужны. Рассказываю, вот вы готовите, вот ваш датчик, вот ваша рука. Сводите, вот так делаете, расслабляете ладонь руки. Сводите два пальца, кончики между собой, без напряжения. И пробуете, вот подушечку на руке мяса пробуете. Вот это и вот это. Вот приблизительно сейчас у меня одинаково по твердости. Это получается наша прожарка Ре, самая слабая. Вот, собственно говоря, мы приходим к тому, что у вас на руке. Вы можете рукой определить на ощупь. Четыре основных степени прожарки мировых. Вот, сводим. Первое, это Ре. Пробуем подушечку. Вот это, медиум Ре. Медиум. Вот она, медиум. Прожарка, вспоминайте. И well done. То есть от 55 градусов температура внутри мяса доходит до 71. Вот они, шкачки. Разница между прожарками по градусам. 4-5 градусов шкала подвижки. Жарю я на сковородке методом частого переворачивания. То есть есть... Многие считают, что по времени нужно определенно подержать на каждой стороне. Там 5-6 минут. Нету такого. Каждый кусочек мяса, он разный. Даже здесь оно видно, что один чуть больше, другой чуть меньше. В одном чуть больше толщина, в другом чуть меньше. Время при жарке стейков будет действовать тогда, когда они априори все одинаковые абсолютно. И по толщине, и по весу, и по мясу. Ну, то есть по массе по своей, по содержанию жира. Поэтому, проще всего, надежнее и лучше это жарить методом частого переворачивания. И пользоваться, так скажем, визуализацией этого мяса. Ну, собственно говоря, нам еще буквально там 4-5 минуток, не больше, и наше мясо готово. Безумно просто, безумно просто все готовится. Сейчас, чтобы немножко дать аромата еще больше, я беру розмарин. Причем розмарин в нашем случае не закладывается для декора. Я его сейчас обжидаю, чтобы он чуть-чуть впустил больше сок. И кидаю тоже его на раскаленную сухую сковороду, вот, мясо. Розмарин при своем нагреве дает аромат. Французов он используется, там, очень-очень-очень давно. Сделала вся история, что когда вот готовили на розмарине, его бросают либо вот на сковородку на сухое, либо бросают на угли, когда готовишь на угля. Туда не надо этим розмарином обтирать мясо и прочее. Бросаешь, и вот этот сам аромат, который сейчас выделяется, жалко, что камера это передать не может. Он как раз-таки и своими, ну, запахами, да, он вот дает мясу этот аромат. Все, больше от розмарина ничего не надо. Потому что если вы начнете его пробивать, там, в виде соуса и мариновать в этом розмарине, это будет горечь. И помните, что розмарин вообще это аналог, заменитель лаврового листа. Вот когда, чтобы у вас суп, например, когда дома варится, то есть я рекомендую эту зелень держать дома в постоянном наличии. Если вы варите супы дома, не ложите лавровый лист, ложите розмарин. Какой-то того плюс, более выраженный, богатый вкус и аромат супа, это раз. Второе, розмарин не нужно доставать из кастрюли, потому что, как правило, борщ, но сварится, там, два дня, там, щи и так далее. Лавровый лист, если вы оставляете его в кастрюле, дает горечь, розмарин нет. Ну, вот такие вот нюансы. Еще один важный момент, что мы сейчас сделаем. После жарки мяса обязательно нужно отдохнуть. Примерно это 20% времени от его жарки. То есть, грубо говоря, если мы там жарим 10 минут, ну, примерно 5 минуток его нужно снять, перед тем, как его начинать резать, дать ему отдохнуть. С мяса снимется напряжение, при жарке которой, при нагреве. Он станет более мягким, более податливым. И за счет собственной температуры, это плюс-минус еще на полу-половину степени прожарки он дойдет. Чтобы не быть голословным, есть вот такая вот штука простая. Это и есть датчик прожарки мяса. Здесь все нарисовано в нем. Что мы делаем? Мы берем сейчас и тыкаем датчик в средину. Пожалуйста. Я вам говорил, что это медиакузы. Вот он, медиум. Все, рукой определяется безотказно. Что мы сейчас делаем? Мы даем отдохнуть нашему мясу. Снимаем его со сковороды. Собственно говоря, все, у нас оверкукинг. Сковорода вот была сухая, мы на нее закладывали. Вот что произошло. Абсолютно ничего страшного не происходит, когда говорят, там, захорела сковорода, жарил стейк и вся эта история. Вот, ничего. Все безумно просто. Еще раз повторюсь, вот она, видно. Вот сейчас по, вот наша медиум. Вот я все, вот попробую подушечку. Вот, да, кусок мяса один в один. Проверяемся, дублируем. Нам нужно 59 градусов. 59, среди 62 градуса. Вот, пожалуйста. Безотказно. Поэтому, научитесь пользоваться рукой прожарки, а вот с этим датчиком мы его делаем вот так вот. Убрасываем. Это ненужная, вот, ну, абсолютная история. По поводу подачи стейков. У нас все просто. Изготавливаем наши тарелочки. Многие там думают, наверное, что в стейку прям нужен там соус какой-то, кетчуп там и все остальное. Начинают заливать. Этого абсолютно ничего не нужно. Мое мнение, что кусок мяса, он должен быть, ну, вот, вкусным и понятным, да. То есть, мы за что боремся, собственно говоря, используя минимальный набор специй, соли, то есть, ну, перец и соль, для того, чтобы мясо вкус подчеркнуть. Если мы начнем сюда заливать разного рода соусы, ну, просто, ну, тогда нет смысла, можно замариновать, грубо говоря, кусок этого мяса в майонезе, пожарить, и получится, ну, а бы что, и сбоку бантик, и, ну, вот такая вот история. Поэтому не нужно портить кусок мяса. Показываем, как это у нас происходит. Оформление. Вот она пошла. Сачок с него, да, мы задержим. Собственно говоря, вот наш стейк. Минимально. Добавляем чуть-чуть сольки. Минимально по краю перца. Ну, так скажем, небольшая визуализация. Ну, и вот она веточка размаривается. Пауз. Стейк готов. Дальше. По поводу употребления стейков. Часто задаваемые вопросы. Как понять, вот там, я заказал в ресторане стейк, не той прожарки принесли, там. Унесли, забрали, доготавливать мой стейк, который уже подали. Значит, здесь все просто, ребята, четко и понятно. Есть определенное правило, когда тебе подают стейк. Значит, приносит ваш заказ, приносит официант в ресторане. Стейк. Вы заказали. Вы заказали перед этим пожелание свое сказали официанту по прожарке. Допустим, это медиум нам нужен, правильно? Вот нам принесли наш стейк медяк. Нью-Йорк в данном случае. Что нам нужно сделать? На тарелке мы берем и разрезаем стейк перед тем, как при официанте разрезаем стейк напополам. Стейк режется ровно пополам при официанте. Потом разворачивается. И мы смотрим, что мы получаем. Вот он, чистейший медиарк, пожалуйста. Я просил медиум, мне принесли, я проверил его, разрезал пополам. Меня моя прожарка устраивает. Все, я говорю спасибо, официант желаю приятного аппетита, уходите. Либо, если вы начинаете, вам принесли стейк, вы начинаете отрезать кусочек вот здесь, да, от краешка. А потом говорится, что не та прожарка, и вы уже съели половину стейка. Никаких возвратов, никаких замен, никаких дожарок быть не может. Это неправильно, абсолютно. Вот, единственный правильный способ. Как, чтобы не было в дальнейшем конфуза, да, неприятности испорченного вечера, проверяется стейк вот так. Всегда режется пополам. Почему? Потому что вот и есть здесь самая прожарка. Ближе к краю он будет больше прожаренный. Вот пример, смотрите. Здесь прожарка чуть больше, чем прожарка вот здесь. Вот такой он должен быть стейк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова